Всем приветики! Не знаю, чего там у вас. У меня осень. У меня осенняя, конечно, депрессия, но прям осень. Вообще мерзкая погода и упарническое настроение. Ничего не хочу делать. Краситься не хочу, кудри крутить не хочу, а надо. Сегодня мы будем с вами говорить о коробочке. Коробочка осень номер 2. Это очищение и демакияж. Вот такая она у меня, как банка бабушкиного варенья, с маленькими тыковками и яблочками, и вообще, наверное, самая клевая. Хотя мне каждая коробка кажется, что она самая клевая, потому что столько сил в нее вложено. Вот, например, вот эта карточка, на которой от руки написано очищение и демакияж 6 октября 2015 год. У кого-то 7 октября будет на коробке, у кого-то 8, а у кого-то даже 9. История этой карточки такова. Пришла мне как-то мысль в голову, что... А вы знаете, ребята, так было бы круто, если бы вот как на настоящей банке варенья была бы такая карточка, ну как наклейка, где вот именно от руки была бы написана тема и какая дата выпуска. Как на варенье, когда бабушки ставят дату, когда они его закатали. Я говорю, давайте подумаем, кто у нас такой самый веселый и самый выносливый человек в офисе, который сядет и подпишет тысячу карточек. И что вы думаете? Все мои сотрудники крыли на бокс департмент, сказали, Лен, ну это ты, самый веселый и выносливый человек. Ну и как бы в целом-то они, наверное, и правы. Поэтому я и тысяча карточек провели несколько ночей вместе для того, чтобы вам было приятно получить. Потому что мне кажется, что такая, ну вроде бы маленькая деталь, вроде бы несущественная, а с такой любовью. Поэтому я думаю, что это все-таки имеет значение. Не просто так старалась. Давайте весь наш этот хендмейд снимем. Крышечку варенья тоже снимем. Можно снизу открыть. Марочки, коробочка сама. И вот такое вот богатое содержимое. Еле уместили в очередную коробочку экстра сайз. Давайте начинать по порядку, прямо по карточке. Первое у нас средство это Kiehl's. Kiehl's здесь в очень большой, вот такой миниатюре. Это Утрафейшл Клинсер, наверное, самое известное средство для очищения кожи лица Kiehl's. Оно универсальное абсолютно, оно не зависит от каких-то факторов, типа сухая, жирная кожа, мужская, женская кожа, молодая, возрастная. Он, мне кажется, такой вот базовый. Вот не знаете, что выбрать? Мне кажется, идеальное средство, когда у вас не выражена какая-то определенная яркая проблема на лице. Очищает оно очень мягко, кожу не сушит, нет ощущения стянутости после умывания, после того, как промокнули полотенцем. И при этом хорошо смывает макияж. Я бы, конечно, не стала смывать глаза, например, тушь. Но если говорить о тональном креме, о пудровых каких-то продуктах, то смываются они очень легко и, в принципе, не требуют дополнительного использования каких-то промокашек и каких-то еще смывашек. Полноразмерная версия. Это средство я использую такое же, только для нормальной склонной к жирности кожи. Это вот в таком вот формате. Тоже есть в коробочке у вас для всех типов кожи, потому что он более универсальный. Сможете протестировать продукт на полную. В нанесении, что очень важно, наносите на влажную кожу сначала на ручки. На ручках немножечко растирайте до такой легкой взбитости, не до пены. И от центра к периферии по массажным линиям. Это вот так вот, вот так вот и вот так вот. Прорабатываете тщательно все лицо. Знаете, какая бывает проблема? Когда девушки наносят гель, они его просто наносят и сразу же смывают. Вы не забывайте о том, что он сам по себе не так хорошо действует, если вы не приложите к этому некоторое количество усилий. Например, массажное некое действие все равно нужно на кожу оказывать и слегка взбивать его в пену, чтобы вот именно эта пена очищала. Просто намазать практически на сухую кожу гель и смыть его. Будет, конечно, какое-то очищение, но не настолько глубокое, насколько гель может это сделать. Следующее средство у нас в коробочке – это люминет. Мицеллярная вода 3 в 1. Вот такая вот штучка, очень даже удобная, как travel size. Эта мицеллярная вода не требует никакого смывания, что является, пожалуй, мицеллярной водой нового поколения, которую не нужно смывать, потому что, когда мицеллярка только появилась, смывать ее необходимо было обязательно, потому что это было конкретно средство для очищения, которое оставалось на коже и делало еще хуже. То есть смывать-то смывала, но в дальнейшем начинала очень сильно подсушивать. Я возьму вот так на ватную палочку гиганта, нанесу эту мицеллярную воду, чтобы вам подемонстрировать, как прекрасно несколькими движениями снимается макияж. Вот в области румян, мне кажется, отлично можно показать. Вот видите, какая плеш тут появилась в макияже моментально? Весь тональный крем, пудра и румяна с этого участка собрались на ватной палочке. Здесь, что важно, подходит для чувствительной кожи, подходит для зоны вокруг глаз. Очень крепкую тушь не смоете. Сразу говорю, мицеллярная вода в принципе не предназначена для того, чтобы смывать суперстойкий яркий макияж. Мне, например, мицеллярной водой очень нравится после молочка дополнительно протирать лицо вместо тоника, чтобы убрать остатки загрязнений и остатки самого молочка. Здесь производитель рекомендует нам использовать ее даже утром, не только вечером, а когда на коже тоже полно загрязнений, элементарно даже просто от подушки и от пыли, которая все равно в воздухе в комнате есть. Любые загрязнения такого плана тоже необходимо удалять с помощью умывания с утра, либо протирания кожи лица макияжной ботой. Ну и такая прям хорошенькая бутылочка, эргономичная очень, удобная. Мне кажется, она переедет ко мне в косметичку уже в рабочую, с которой я путешествую. Следующий продукт у нас это Близ. Это очень прикольная штука. Это гель масла для снятия макияжа. Наносится он на сухую кожу и смывает макияж вот таким образом. Из маленького вот этого тюбика, давайте покажу. Вот так он выглядит, когда он большой. На сухую кожу этот гель наносим, и он превращается в масло. То есть это реально сначала гель, а потом это прямо масло. И массажными движениями распределяем его по коже, пока он у нас не превратится в масло. И что самое интересное, после того, как он превратился в масло, он еще и в легкое молочко может превратиться, потому что как только мы добавим воды, чтобы смыть его, оно очень легко гидролизуется в молочко, и вот вам, пожалуйста, абсолютно чистый участок кожи. И нет никакого ощущения жирности. Вообще это, конечно, такой домашний тип очищения кожи, но мне очень нравится и в рабочей теме, когда нужен перекрас очень яркого макияжа. И если, например, мы уже там десятый час снимаем, и модель уже устала, и видно по коже, что ее весь день мучают фото вспышками, припудриваниями и всем таким, мне нравится смыть макияж вот таким вот гелем-маслом, потому что кожа после этого как новая. И еще раз нанести макияж. Поэтому для таких экспресс-мылашек тоже очень-очень даже удобно. Короче, классно, прям такое очень быстрое умывание. Не похоже ни на что вообще. И кожа после него очень приятная. Мне больше нравится вечером. Вот именно смывать макияж и полностью очищать лицо. С утра, мне кажется, масляная текстура не очень нужна для очищения, но это зависит от того, какая у вас кожа. Если у вас кожа очень сухая, обезвоженная, и вам нужно восстановить ее баланс, то, конечно, вот сейчас потрясающий осенний-зимний период начинается. Я по прохожим вижу, как кожа стремительно начинает обветриваться. И вот, мне кажется, это один из лучших вариантов, если ваша кожа склонна к обветриваниям и шелушениям, чтобы это не лечить, а предотвратить. La Roche-Posay. Вы уже прям только-только знакомились с этой пенкой из моего видео. И вот познакомимся. Давайте-ка еще раз. Это мицеллярная пенка вот такого вот огромного размера. Полноценный travel size можно брать с собой в путешествия. Прямо надолго хватит. А вот он целенький. Еще раз покажу. Это вот такая пена. Очень густая. Очень такая она вся упругая. И также прекрасно смывает макияж. Я вам уже это все дело показывала. Конечно, лучше наносить не на сухую кожу, а на влажную. Но вот даже по пенке видно, как прекрасно снимается мой тональный крем. И сняли просто салфеткой пенку. И вот вам с этой стороны, пожалуйста, то же самое. Кожа абсолютно чистая. Смывается просто мгновенно. Эта пенка, она смывает макияж средней стойкости. Это что значит? Он смывает стойкие, но не водостойкие продукты. То есть, ну, красная мицеллярная пенка, как и мицеллярная вода, не растворит. Водостойкую тушь или суперобъемную яркую тушь не растворит. Карандаш для смоки-айз, черный жирный каял, тоже не растворит. Но дневной мейк, любой, вы пришли после работы, мицеллярными продуктами удалять идеально. Пенка дает какое-то свое особое ощущение свежести, которой нет у других продуктов. И если вам этой свежести после умывания не хватает, возможно, пенка это как раз таки ваш продукт. Но я уже говорила о том, что мне очень нравится эта пена. И прямо она у меня в рубрике супер и звездочки вокруг летят, летят, летят. Очень классные, правда. Следующий продуктыш, а вы его тоже видели, и это вообще прямо лайк. Это Skin Iceland. Это гель для умывания, который мой, в принципе. Вот он. Ну, не в смысле, что вот этот конкретно из коробки я достала мой, а мой, которым я пользуюсь дома. Притащила специально. Опять у меня упаковка чуть-чуть вся в моих каких-то бытовых делах. Здесь 30 миллилитров. У нас вообще коробка богата на очень большие миниатюры в этот раз. Прям хороший такой мини-травел сайз. Вот этот продукт сам по себе. Это такой мусс. И на самом деле на мусс он не похож, пока ты не начнешь его разглядывать. Вот когда начинаешь вблизи смотреть, то видишь, что это не какой-то перламутровый крем, как изначально кажется. А это действительно мусс. У него маленькие-маленькие пузырьки. То есть такая прям густая упругая пена. А в данном случае не смогу показать вам на себе, потому что ему нужна вода для того, чтобы вспениться, начать работать. И ему нужна вода для того, чтобы полностью отмыться с лица. Я вам уже вкратце рассказывала про Skin Iceland и их концепт. Продуктов на исландской ледниковой воде. И продуктов, созданных специально для кожи, которая в стрессе. И когда вы сами в стрессе, это очень сильно отражается на коже. И вот с этим делом-то как раз-таки продукт Skin Iceland отлично справляется. В данном случае мы говорим о муссе. И здесь, наверное, самый такой заметный результат это то, что кожа у вас очевидно чистая. То есть она чистая даже немножко, но поскрипывая. И поры очень быстро начинают сужаться от этой пенки. А еще, может быть, это личный мой такой экспириенс. Кожа начинает становиться очень равномерного какого-то цвета постепенно. Очень такого чистого. Вот не конкретного оттенка, а просто она становится чистая. И, может быть, из-за того, что цвет становится какой-то однородный, начинает проявляться свой естественный румянец. Я его с детства не видела у себя, какой он у меня румянец. И эффективность этого продукта я уже протестировала на себе. Так же, как и все остальное. Но это, наверное, идеальный продукт именно для меня. Не знаю, как для вас. Вы там нам расскажите потом в инстаграмах, как для вас. А вот для меня это, наверное, продукт из всей коробки, к которому я чаще всего возвращаюсь. Скидайте, что у нас на Make Up To Make Up представлены, так что пройдите, посмотрите. Если вдруг понравится, возвращайтесь, мы очень будем рады вам. Следующий продукт – это гель Гаммаж для очищения лица Сислой. Вот такое вот малюсия. Но на самом деле малюсию только кажется. Здесь достаточно продукта для того, чтобы его, мне кажется, неделю можно спокойно тестировать. Ребята из Сислой сами называют его очень прикольный гель-будильник. Потому что гранулы, которые содержатся, они оказывают легкое массажное действие на кожу, улучшают микроциркуляцию, и ты вот реально в прямом смысле просыпаешься, потому что кровь начинает бурлить у тебя под кожей на лице. Он идеально отшелушивает, мягко отшелушивает кожу. Это вообще отличный способ отшелушивания для тех, кто не переносит скрабы, какие-то сильные, такие мощные абразивные штуки. Чувствительная кожа, например. Потому что раздражение обеспечено на 90%, многие жалуются. Здесь такие мелкие-мелкие, совсем малюсенькие гранулы, которые сами по себе очень мягкой, круглой формы, не царапают кожу лица. И очень мягко массируют кожу, что способствует регенерации клеток. А если у нас клетки мертвевшие отшелушены, то, соответственно, способствуют лучшему проникновению компонентов крема и вашего всего дальнейшего ухода. В коробочке у нас 10 мл такого геля для вас представлено. Ну, попробуйте. А вот если потом захотите вернуться к целому, он, конечно, не дешевый, но стоит того, то 100 мл полноразмерный продукт вот так выглядит. Вообще, такое хорошее утреннее средство. Я его, когда тестировала, использовала с утра, а вечером использовала Близ, который гель масла. Они для меня создавали такой тандем. Сислый с утра, Близ вечером. А вообще, если вам нужен эффект будильника для кожи, то можете и вечером. Вот, например, сейчас вечер. А я для того, чтобы снимать это видео, как раз этим гелем умылась в офисе и накрасилась. И вроде ничего, так свежо выгляжу. Ну и на самом деле, по ощущениям, даже немножечко как-то пободрее. Ну и макияж потом лучше ложится. Следующие два продукта в нашей коробочке. Вот такая вот влюбленная парочка. Молочко и тоник. Они тут у нас в косметичке сидят. Можем их открыть. Здесь мы, конечно, больше внимания уделим молочку. Но тоник совершенно отказывается без молочка своего что-либо делать. Он говорит, нет, мы парочка, мы только вместе. Полноразмерно эти продукты выглядят вот так. Они, ну, довольно-таки большие. Утонченной формы с прикольной версткой вот здесь. Мне нравится, как все очень много вроде, а вроде и круто читается. Молочко достаточно жидкое. Можете наносить его прямо пальчиками. Особенно если на зиму захотите перейти на умывание без воды вдруг, то это вот вообще для вас отличные компаньоны. Обильно наносим на кожу, массируем и смываем. Все, кожа чистая. Вам тут немножко отсвечивает вообще. Вот. Все тональнички мы сняли. Теперь можем еще промокнуть это все дело тоником. Чтобы убрать остатки молочка, чтобы еще дополнительно очистить кожу. У меня что-то тут ватного диска под рукой нет. Я вот использую обычную бумажную салфетку. Но вообще вот практически после молочка нету никаких следов. Кожа уже очищена. И с помощью тоника мы подготовили ее к нанесению влажняющего крема. А в моем случае к нанесению тонального. Немножко восстановим, пожалуй, макияж. Вот производители Five Elements говорят нам о том, что молочком вы смоете даже стойкий макияж. Я сразу хочу предупредить. Производители Five Elements не знают, какой стойкий макияж можем мы сделать. И если говорить о водостойких текстурах, о суперстойких каких-то продуктах, типа, опять же, нубы милибачи, или суперстойких тональных кремов, типа Studio Fix Mac, то здесь будет сложновато, придется кожу очень сильно тереть. Не для этого сделано это молочко. Это все-таки такой gentle milk. Это деликатное очищение кожи. И я бы очень рекомендовала даже для чувствительной кожи использовать молочко в качестве средства для снятия макияжа. Потому что чувствительная кожа на молочко всегда реагирует лучшим образом. А тоник здесь сразу же еще дополнительно ее успокоит. И я бы, в принципе, эту парочку в данной коробочке позиционировала как от двух таких вот крошек, которые отвечают за чувствительную и склонную к покраснениям и быстрым реакциям кожи. Следующая у нас пачечка салфеток. Это из Роше. Салфетки очищающие с разглаживающим действием. И вот тут я вам могу сказать, не наврали, не наврали. Это салфетки, которые я в последнее время чаще всего беру с собой в поездки, на мастер-классы и в самолеты. Салфетка сама по себе очень мягкая, очень деликатная по ощущениям. Никакого жжения, никаких неприятных ощущений. И, в принципе, для того, чтобы снять макияж, вам не нужно вообще таких растирающих, надавливающих движений. Вообще никакого давления можете не оказывать. Можете на пальчик ее накрутить, можете так просто. И без растягивания, без каких-либо лишних действий, пожалуйста, вам смывайте макияж. Это очень удобно для экспресс-процедуры, потому что салфетки не требуют дальнейшего нанесения ухода. Они сами по себе уже ухаживающие. И нет никакого ощущения сухости, нет стянутости и нет желания нанести сверху крем. Поэтому, если вам нужен быстрый демакияж, например, вот в самолет садитесь, хотите все смыть. Или хотите перекраситься. Или просто вечером пришли домой, вот с ног валитесь. У меня такое бывает иногда. Я прям понимаю, что если я сейчас завалюсь со своими накрашенными ресницами на кровать, то я предам просто всех девушек, которые смотрят мои видеоуроки. И я тащусь в эту ванну и начинаю все это смывать. И, как правило, когда я уже все смыла, я вспоминаю, что у меня же есть салфетки. И сейчас у нас период, в принципе, вообще жара. У нас студия тут на запуске уже как пирожки уже горячие. Скоро макияжа штамповать будем всем девушкам делать красивые брови. У нас королочки, у нас Новый год, у нас книга, у нас то, у нас пятое-десятое. Куча новых идей, которые меня атакуют, от которых я уже не знаю, куда мне спрятаться, потому что нужно их реализовывать. А чем больше идей своих я начинаю реализовывать, тем раньше я просыпаюсь и тем позже ухожу из офиса. И поэтому я просто положила их возле кровати. И это, вы знаете, решило очень большое количество проблем иногда. Особенно, если у меня макияж какой-то базовый, неяркий. Вот я домой приползаю, наливаю себе чай, с чаем ползу в кроватку и вот там уже смываю макияж. Параллельно оставлю вам всем лайки за то, что вы выкладываете и очень красиво фотографируете наши коробки. Ну и про разглаживание. Иллюзии слишком большие не питайте, пожалуйста, потому что здесь о разглаживании текстуры речь идет. По ощущениям кожа такая гладкая, прям хочется ее потрогать. Конечно, солдатка для снятия макияжа. Вы можете смыть только макияж, но не можете смыть с лица морщины, как бы мы ни хотели этого. Еще одна версия мицеллярных продуктов – это мицеллярное масло. У нас здесь виши. В двух вот таких саше. Конечно, жалко, что нет малышки, которую вы можете долго потестировать, но здесь много в каждом саше. И протестировать сможете, потому что продукт действительно очень классный. Полноразмерно это у нас вот такая вот бутылочка. Очень маленький у нее расход с того момента, как я начала ее тестировать. Ну вот, практически и не убавилось, хотя, ну, тестирую я основывательно. Здесь вот что у нас, смотрите, это вот такое масло. Оно жидкое очень, но несмотря на то, что оно такое жидкое, наносится оно именно руками. То есть вы наносите на ладони, немножко разглаживаете и вот таким вот образом прорабатываете все свое накрашенное лицо. Смываете таким образом макияж. После этого слегка смоченной салфеткой или ватным диском в воде смываете масло. Просто снимаете его. Оно гидролизуется в молочко мягкое. Очень мягкое причем. Такое прям нежное-нежное. Убедитесь только то, что вы полностью все смыли. Вы, конечно, если дома находитесь, можете умыться. Мне здесь умыться будет сложно, но вот видно, что кожа стала совершенно чистенько. Своими какими-то вот естественными для этого периода покраснениями и неровностями. Замажу теперь снова. Вообще, это такой продукт между мицеллярной водой и гидрофильным маслом. Какой-то промежуточный вариант, потому что схватывает он декоративную косметику и все загрязнения, которые есть на коже. Как мицеллярная вода, но как гидрофильное масло гидролизуется при первой капле в воде и превращается в легкое молочко. Здесь дозатор, который не позволяет в воде проникнуть внутрь масла, потому что это запрещено, оно сразу в молочко превратится. А если говорить о маленьких саше, то один саше используйте ровно на одну процедуру. То есть масла не жалейте этого. Его достаточно много должно быть для того, чтобы полностью проработать все лицо, каждый участок. Если говорить о нажатии в полноразмерной версии, то где-то три нажатия на лицо. Ориентируйтесь так. Следующий продукт нашей коробочки это просто... Это просто не съешьте это, пожалуйста, потому что это так вкусно пахнет и так выглядит как съедобное, что сложно удержаться. Это такая пикантная кукуруза от Lush. Lush, как всегда, в своем репертуаре не могли не удивить. Посмотрите, это же, во-первых, а попкорн, а во-вторых, это нечто напоминающее такой среднестатистический хороший хумус. И что это с самого начала непонятно. Попкорн для прикола. Он настоящий, он сладкий. И вообще все это средство открываешь и заполняет комнату ароматом сладкого попкорна. Прям полное ощущение, что ты сидишь сейчас в кинотеатре. Поэтому прячься от детей. Они точно не будут читать инструкцию по применению. Им вообще все равно, что написано в карточке. Они просто с удовольствием ложкой залезут и съедят это. А есть это не нужно. Несмотря на то, что это продукты, приготовленные вручную и практически полностью натуральные, практически все-таки здесь играет ключевую роль. Потому что есть его не нужно. Нужно его намазывать на лицо. Средство это очень густое. В полноразмерном своем варианте. Оно выглядит вот так. Где-то в два раза побольше. Вы что делаете? Набираете пальчиком немножко средства. Смешиваете его с водичкой. У вас получается такое средство, которое вот по консистенции оно ни на что не похоже. Это как смешанный с водичкой песочек. Такая очень мягко отшелушивающая кашица. Вот ей, собственно, умываетесь. Зону вокруг глаз умывать не нужно. Это средство для очищения кожи лица, а не зоны вокруг глаз. Мягкими массирующими движениями. Везде, где нужно отшелушить, можете нанести средство чуть побольше. И смываете. Вот у вас, пожалуйста, чистая кожа. Можете использовать его также на теле, на каких-то очень сухих участках. Сейчас это очень актуально. Ну и вообще, в принципе, это средство такое вот на сейчас. Осень, зима, мне кажется, идеально, потому что супер круто. Он справляется с любым обветриванием кожи, с шелушением. Кожа становится очень гладкая, мягкая и такая прям ровненькая. И чувствуется это сразу после первого применения. У этого продукта есть успокаивающие компоненты в составе. А еще у него очень прикольное действие, немножко такое согревающее. Очень классный эффект дает на коже. Легкое тепло, очень хорошо расслабляет мышцы. И вечером, когда вы устали и умываетесь таким средством, то очень хорошо вот мышцы, которые совсем затекают, где-то вот здесь, вот здесь, они от этого тепла расслабляются. Очень кайфово. Следующий наш продуктик, это вот такой вот пузатик. Это гранье. Это миниатюрная версия вот таких вот трехлитровых бутылок средств для снятия макияжа гранье. Вы наверняка с ними уже знакомы. Объемы действительно у гранье всегда большие. А здесь такой вот миниатюрыш тревел формата. Тревел здесь не в самолет, а именно в багаж, с собой в косметичку, потому что здесь 125 миллилитров. Потом не говорите, что я вам порекомендовала взять его с собой в путешествие в самолет, а у вас его забрали на контроле. 125 не пустят, 100 это максимум. Так вот, это средство у нас 2 в 1 для снятия макияжа с глаз. Причем для снятия макияжа с глаз очень быстрого. Во-первых, 2 в 1. 2 в 1 это не только потому, что оно здесь фиолетовое, а здесь прозрачное. И имеют два основных компонента, которые смешиваются между собой и в спокойном состоянии точно так же расслаиваются на фиолетовый прозрачный. 2 в 1 это больше, знаете что? Это быстрое снятие макияжа и уход. Потому что это вообще первое средство для снятия макияжа с глаз, которое предназначено для ухода за зоны вокруг глаз и для ухода за ресничками. Потому что средство увлажняет реснички и способствует их обновлению и всякому разному их увлажнению и питанию. Давайте возьмем, смоем мне глаз, нанесем на большую ватную палочку и смоем вот, допустим, вот этот глаз. Очень быстро. Вот все, больше смывать нечего. Давайте на всякий случай еще чуть-чуть пройдем. Вот. Мне кажется, нужно было засекать в книгу рекордов Гиннесса, регистрироваться как самое быстрое снятие теней. Идеально смывает и не оставляет никакой жирной пленки. Кожа просто мягкая. Горнье обещает нам, что через 4 недели ресницы станут заметно лучше. Вы нам об этом обязательно рассказывайте, пишите, как у вас. Потому что вот этой бутылочке вам не только на 4 недели, вам, мне кажется, на все 4 месяца хватит ежедневного использования. Потому что продукты очень мало необходимы для того, чтобы смыть полностью глаза. Он в этом плане суперэкономичен. А уход за ресницами, он на самом деле необходим. И мало кто из вас, причем и я в той же категории, будет запариваться над тем, чтобы наносить всякие касторовые масла или специальные масла, обновляющие ресницы. Потому что, ой, ну потому что если еще один этап добавить в и так стуступенчатый уход, то уже, мне кажется, пока всем этим намажешься, уже наступит вечер или утро. Поэтому хочется каких-то многофункциональных средств. Но действительно есть некая крутость в увлажнении ресниц. Потому что потом и тушь ложится лучше, и загибается щеточка ресницы намного лучше. Они становятся как бы податливее и у корней приподнимаются намного лучше. А еще использование всяких керлеров становится более безопасным, потому что увлажненный волос не такой ломкий. И вы можете спокойно закручивать ресницы специальными зажимами, и ресницы будут менее подвержены ломкости. Вы, конечно, слишком сильно не давите, не испытываете судьбу. Без ресниц, знаете, не очень ходить. Но в целом даже эффект от керлеров получается мягче, потому что когда сухой волос, они очень часто вот такой квадратный изгиб дают. А здесь такой он мягкий получается. И последний, завершающий наш продукт в коробке, гости из Японии. Это вот такие вот салфетки для снятия водостойкого макияжа Biore. В полноразмерной своей версии они вот так вот выглядят. Это коробка вот с такими вот салфетками достаете, закрываете, чтобы они не пересыхали. И спокойно смываете. Смываете все, что захотите. Вот давайте второй глаз смоем, раз уж мы один удалили уже. Вот так же макияж смывается очень быстро. У меня вообще-то стойкие тени здесь нанесены. Мне кажется, еще и вопрос к стойкости теней, конечно. Либо к гениальности продуктов до снятия макияжа, потому что очень уж как-то просто они смываются. Давайте протестируем на карандаше. Ну, с карандашом Каялом ярким тоже никаких проблем нет. Все-таки к теням слишком сильно придираться не нужно. Это средства такие сильные для снятия макияжа. Ну вот, все, несколько движений. Лесницы пока оставлю, пускай будут. А глаза уже можно смывать. Со второго глаза тоже смоем. Слишком сильно не давите, эти салфетки не требуют никакого давления. Это, мне кажется, вот еще одни салфетки, которые пойдут ко мне на прикроватный столик, когда закончится и фраше. Заканчиваются они у меня в последнее время что-то быстро. Это салфетки, которые смывают еще и водостойкий макияж. И на самом деле смывают даже ногу милибачи. Ну, не с одной салфетки, но в целом смывают очень даже хорошо. Идеальный для перекрасов на съемках, потому что нет вообще никакого ощущения маслянистости, липкости, вообще ощущения того, что смывали макияж. Потому что, ну, кожа такая просто чистая и готова уже к дальнейшим действиям. Либо к дальнейшему макияжу, либо уже спать на подушечку. То есть, они сами по себе еще и с уходом. И, как мне показалось, они имеют легкий отбеливающий эффект, потому что кожа после такого постоянного применения становится равномерного цвета и такая светленькая. Поэтому, если у вас есть склонность к гиперпигментации лица или неровному цвету или чего-нибудь еще такое, то обратите внимание, японцы любят свою кожу немножко отбеливать. Поэтому неудивительный этот отбеливающий фактор. Здесь три салфетки в коробочке. Попробуйте. Логично, да? На три применения. Одной салфетки на два глаза среднестатистического макияжа вам хватит. С макияж, конечно, ну, один глаз, одна салфетка. А вот для дома очень удобно и, на самом деле, довольно-таки экономично получается. Потому что не нужно много этих салфеток для того, чтобы смыть все лицо. Одну, ну, максимум две, наверное. И все будет чистенько, красивенько. Еще один маленький хочу вам рассказать секрет. Рассказать о суперэксклюзивном продукте, который вы нигде не найдете. Даже в этой коробке. И он настолько недосягаемый и настолько редкий, что продается в каждом Ашане, в каждом супермаркете, в каждом магазине, который находится возле вашего дома. Это бумажные салфетки. Потому что все, конечно, это классно. Смыть макияж, умыться, очистить лицо, очистить поры, отшелушить роговевший слой и все такое. Но если вы после этого пойдете, возьмете это полотенце, которое у вас висит, и вот так вот натрете свое лицо, скорее всего, ничего хорошего не будет. Ну, ладно, если оно у вас новое или оно прямо после стирки или химчистки, и вы так аккуратненько промокнули. Но все мы знаем, что эстетика вот этого промакивания, она не для всех актуальна. И хочется просто вот так сделать и пойти упасть на кроватку. Задумайтесь, хорошо ли это для вашей кожи. Потому что я вам по собственному опыту могу сказать, как только меня начинают засыпать прыщи, я вот так вот делаю отбой просто полотенцем и начинаю использовать бумажные салфетки. Вообще, я их практически всегда использую, но иногда они заканчиваются, а кожа вроде не прыщавая, и как-то руки не доходят пойти еще купить или привезти из офиса, потому что здесь-то у меня уж в царстве косметики бумажных салфеток завались. И вот что-то я начинаю снова протирать лицо полотенцем, потом, когда снова появляются у меня прыщики, я понимаю, что нет, нет места полотенца на моем лице. И вообще я не верю, что они сделаны с любовью, и мне кажется, что для лица максимально все должно быть одноразовое. Вот вы же когда гель себе выдавливаете для умывания, он же у вас одноразовый, вы его нанесли и смыли. Вот так же и промокашка потом дальнейшая должна быть одноразовой. Мне одной салфетки хватает для того, чтобы промокнуть все лицо насухо. То есть вам надо две, пожалуйста, две. Я когда салфеточку эту выдернула, одну, и поиспользовала, я вот эту вторую вот так вот делаю, вот так вот раз, и прячу ее, чтобы она там сидела и ждала, пока я в следующий раз к ней приду. Иначе будет тот же самый эффект, что и полотенце. Вот оно висит у вас в ванной, возможно, оно от предыдущего вашего использования не просохло, и, возможно, внутри каких-то своих волокон оно вспрело, а, возможно, на него летела какая-нибудь пыль или еще что-нибудь. И вот все это потом окажется на вашем лице. Ну вот зачем? Лучше одноразовые продукты. Чпонька-чпонька-чпонька-чпонька-чпонька-чпонька. И выпросить. Конечно, я не говорю здесь о том, чтобы вообще объявить войну полотенцем. Нет ни в коем случае. Для тела вот так вот прекрасненько. Но лицо все-таки оно у нас нежное, но требует особого к себе отношения, особого ухода. И не зря такое количество невероятных продуктов есть для очищения лица. Да, извините, вы два года назад вспомните, чем мы с вами лицо умывали? Гель, молочко и все. А сейчас гель-гаммаж. А вот это молочко вот сразу супер-джентл с тоником. А еще мицеллярная пенка. А вот тебе мицеллярная вода. А вот тебе мицеллярное масло. А вот тебе, пожалуйста, кукуруза с попкорном, если вдруг проголодался. Шутка? Есть не нужно. Вот тебе двухфазное средство для быстрого снятия макияжа с глаз с уходом. И гель-масло для снятия макияжа. И густой мусс. И салфетки тебе разглаживающие. И салфетки для снятия водостойкого макияжа. И вообще вот все, что хочешь, все сейчас найдешь на рынке и в этой коробочке. Года два назад ничего у нас вообще не было. И каждый раз страшно было думать о том, что нужно делать демакияж моделям, потому что они сразу же начинали ныть. Потому что у них были абсолютно логичные ассоциации, что сейчас их глаза начнут чем-то жирным, масляным растирать. И они будут как панды. И потом это все попадет в глаза, будет щипать. Частого всего нет. Очень удобно. Можно найти любое свое средство. Главное пробовать. Пробовать придется действительно много. Будете много пробовать, много, соответственно, потом вытирать кожу. Пожалуйста, в ближайшем магазине. Купите себе пачку салфеток и скажите в своей семье, никому не трогать это для моего лица. Вот прям обклейте его, потому что все, как видят салфетки в коробке, так и норовят выдернуться оттуда. Я вот так вот по рукам себе говорю, мои салфетки купите себе свои. Так вот, спасибо большое за внимание, что вы небольшой обзор по очищению прослушали. Потому что в тот момент, как я завела блог, вопрос, Лен, чем всю эту красоту смывать, был чуть ли не самым постоянным. В списке актуальных вопросов, но это правда, года два, ну три назад, как красоту намазывать-то придумали. И много новых технологий в производстве декоративной косметики. И в ее стойкости в первую очередь придумали. А средства, которыми это смывать, еще не придумали. И был такой вот, я помню, разрыв, когда ты понимаешь, что чуть ли не оливковое масло лучше смывает макияж, чем средства, которые представлены на рынке. Сейчас такого нет. Сейчас все средства ухаживающие, с очень легкими текстурами, не оставляющие жирные пленки, даже если это масло. Не подсушивающие, даже если это гель. Ну и вообще, вот что ни продукт, то эксклюзивчик и прям большая-пребольшая радость. Надеюсь, вам понравилась коробочка и вообще надеюсь, что кожа ваша станет чистая, супер чистая, засияет like a diamond. И будете вы потом без проблем наносить макияж. Потому что очищение и подготовка кожи, это, конечно, ну не залог хорошего макияжа. Там еще руки важны, знания некоторые, да и качество продуктов. Но в целом, это одна из таких мощнейших составляющих хорошего, грамотного макияжа. Я целую вас, всем пока, be clean, be healthy, tudim, sutim. Спасибо, что уделили мне время.